Как не отравиться летом? Практические советы и рекомендации. Лето – замечательное время года, сезон отдыха, поездах, путешествий и, как бы грустно это не звучало, сезон отравлений. Да, именно на летний период приходится их большая часть. Согласитесь, никому не хочется провести тёплые деньки в постели, а что хуже – в больнице. Как же избежать неприятных ситуаций и не омрачать лето проблемами и болезнями? Достаточно следовать этим простым рекомендациям. Для начала следует разобраться в причинах отравлений. Самое распространённое – несоблюдение правил хранения и обработки продуктов. Съели немытые овощи или фрукты и здравствуй, белый друг. Это касается искоропортящих продуктов – молочных, мясных и рыбных изделий. Под влиянием высоких температур скорость размножения патогенных бактерий, вызывающих бутализм, сальмонеллёз, дизентерию, возрастает в несколько раз. Главная опасность – заметить испорченный продукт можно не сразу. На вид и запах он может быть совершенно съедобным, но бактерии уже начали размножаться и выделять токсины. Если есть сомнения в свежести, лучше не использовать продукт в пищу, дабы избежать неприятных последствий. Десять правил, как выбрать и хранить продукты. Первое. Самое первое, на что следует обратить внимание – срок годности и условия хранения. Не покупайте продукты, срок которых уже подходит к концу, если собираетесь их хранить. Второе. Посмотрите на упаковку. Не вздута ли она? Нет ли повреждений? Особенно это касается вакуумных. Третье. Придя домой, сразу поместите продукты в холодильник. Избегайте повторной заморозки. Четвёртое. Для сырого мяса и рыбы используйте отдельную доску и нож. Для хранения отведите специальную полку в холодильнике. Пятое. Салаты не рекомендуется заправлять майонезом, сметаной и хранить в таком виде. Лучше добавить соус непосредственно перед употреблением, тем самым обезопасив себя от кишечной инфекции. Шестое. Отдавайте предпочтение проверенным супермаркетам. Если есть необходимость купить что-то на рынке, обращайте внимание на внешний вид продавца, чистоту прилавка, условия хранения. Не стесняйтесь просить подтверждающие документы и сертификаты. Ваше здоровье важнее всего. Седьмое. Не употребляйте в пищу полусырое мясо и рыбу. Это прямой источник сальмонеллеза. Восьмое. Любителям тихой охоты следует быть осторожными. Собирайте только те грибы и ягоды, в которых точно уверены, что они съедобны. Отравление грибами может быть смертельно опасным. Девятое. Тщательно мойте руки перед едой, особенно если едите на природе, на пляже или в парке. Десятое. Не стоит забывать о сезонности некоторых фруктов и ягод. Лучше немного повременить. Ведь нельзя быть полностью уверенным в отсутствии нитратов в них. Продукты во время поездок. Если вы планируете путешествия, позаботьтесь о питании в пути. Для длительных поездок выбирайте печенье, сухие перекусы, фрукты и крекеры. Если хотите что-то более сытное, лучше потребить еду как можно быстрее. Точно не стоит брать в дорогу яйца, колбасы, мясные изделия и молочные продукты, требующие особых условий хранения. Как распознать отравление и какие действия предпринять? Первые симптомы пищевого отравления, которые проявляются уже через 2-3 часа, являются тошнота, понос, рвота, боли в животе, возможно повышение температуры. Особенно остро эти симптомы выражены у детей. Если отравление все же произошло, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Следует как можно скорее вызвать врача. До его приезда можно дать больному энтеросорбент, активированный уголь, атаксил, чтобы ускорить выведение болезнетворных бактерий. Если расстройство сопровождается рвотой и жидким стулом, важно не допустить обезвоживания организма. Оно может привести к непоправимым последствиям. Дайте больному выпить воды или раствор регидрона, чтобы восстановить потери организма в жидкости. Если врач назначил лечение без госпитализации, как минимум неделю требуется соблюдать диету. Исключить из рациона жареное, соленое, острое, молочные продукты. Питание должно быть максимально простым и легким для усвоения истощенным организмом. Помните, что ваше здоровье и самочувствие напрямую зависят от бдительности и внимательности. Чем ответственнее вы подойдете к этому вопросу, тем больше проблем сможете избежать. Пожалуйста, цените труд, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и не забудьте поставить лайк. Еще буду благодарен, если поделитесь роликом в социальных сетях. Спасибо всем, кто поддерживает и подписывается на канал. Это очень помогает поддерживать наш канал на плаву и создавать новые полезные и интересные видео для вас.